всем привет сегодня мы будем делать колбаски типа сарделек у нас для этого приготовлена два с половиной килограмма свинины жирненькой 800 грамм куриного филе сокор очков я снимал филе соль черный перец зирам порядка 150 грамм лука репчатого 6 зубочков чеснока и петрушка мясо мы будем рубить реже мелко лук желательно лука класть побольше потому что колбаски наши будут потом сочнее намного вот так меленько мелко крошим отправляем наш лук фарш чеснок я наверное подавлю на чеснокодавки я решил добавить еще три зубочка чеснока чтобы были более ароматные так рубим петрушку как можно мельче отправляем все это вот сюда солим перчим с перцем желательно не переборщить и добавляем зиру зиру я добавлять буду вот таким образом брать так и перетирать чтобы она открыла свой аромат и теперь нам это все нужно тщательно перемешать так добавляем наш фарш воды ну где-то грамм 150 очень холодной можно даже сказать ледяной и тщательно все это тоже перемешиваем так ну и теперь отправляем наш фарш отдыхать в холодильник порядка это два-три часа значит фарш мы перемешали пропустили немножко его в мясорубку чтобы он дошел до края насадки насадку мы обмазываем растительным маслом и значит что у нас есть говяжья черева которую можно в принципе приобрести на любом рынке если на рынке нет то можно любом супермаркете и натягиваем вот таким образом значит надели мы нашу череву край мы ее завязали ниткой чтобы он не расползалась вот смотрите потом делаем вот такие вот шарики колобочки чтобы было проще их опускать в мясорубку и после чего запускаем мясорубку и набиваем нашу череву ну вот значит на фаршировали мы колбаску нашу вот столько у нас получилось и и значит будем колбаску готовить двумя способами начнем с первого способа значит отобрали мы колбаски для того чтобы на гостре их обжарить надо их немножко так проколоть обязательно потому что они потом лопнут все колбасочки вот так берем значит масло растительное и каждую масло смазываем вот таким образом вот так вот вот так вот вот ну что друзья поспела наши колбаскам давайте мы ее попробуем отрежем хвостик сначала у нас тут горчичка есть попробуем сейчас вот такая у нас нас . оригинальная кто хочет узнать рецепт данной настойки как он называется оставайтесь на канале подписывайтесь обязательно потому что вам придет уведомление о новом ролике но сейчас я попробую ну как говорится будем живы да богу милы и колбаску это в горчичку итак вариант номер два мы разогрели сковороду здесь уже у нас как видите парит масло сейчас мы туда кидаем розмарин вот таким образом такой запах пошел и теперь сюда опускаем нашу колбаску обжариваем ее с обеих сторон можно накрыть крышкой чтобы она протушилась так добавляем очень много воды и оставляем ее пропариться на несколько минут ну что друзья вариант номер два будем пробовать такая колбаска горчичку этот немножко положил сейчас отрежем попробуем вот такая красота посмотрите сейчас мы ее попробуем в горчичку и раз вот так обмахнем ну и наша настоечка на которой я говорил если вам интересно оставайтесь на канале вы узнаете ее рецепт ну будем живы ну этот вариант уже очень я вам скажу такой душевненький прям так что кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии очень буду рад с вами пообщаться если есть какие то вопросы по данному рецепту пожалуйста пишите отвечу обязательно до новых рецептов пишите и то есть